Самое страшное для меня — это если я не доживу до перемен. Я могу помогать активистам, я могу помогать людям, которые против. Я сама могу говорить, что я против. Но, к сожалению, антивоенные движения, они войны не останавливают. У нас главный тезис — это то, что никто не должен оставаться один на один с системой. Меня зовут Саша Росиус, мне 26 лет. Я участница правозащитного проекта «УВД-Инфо». И после начала войны я вместе с соратницами начала заниматься поддержкой тех людей, которым не все равно — активистов, правозащитников, которые остаются в России. Но неважно, они не хотят уезжать или не могут. Мы помогаем тем, кто продолжает свою деятельность в России сейчас. Мы проводим данные группы психологической поддержки. Это все сейчас необходимо, потому что людям, которые остались, их немного, им очень важно просто держаться вместе, чтобы выжить. В первую очередь «УВД-Инфо» помогает людям, которых задерживают за участие в мирных протестах. Сейчас «УВД-Инфо» также помогает людям, которых преследуют за антивоенные высказывания. «УВД-Инфо» оказывает юридическую помощь, помогает с подбором адвокатов, помогает с оглаской вопиющих ситуаций. У нас главный тезис — это то, что никто не должен оставаться один на один с системой. В ночь с 23 до 24 февраля я долго не ложилась спать, потому что была информация, что все начнется в 4 утра. В итоге в 4 утра ничего не началось, и я заснула. Проснулась, наверное, часов в 12 дня, и начинаю читать новости. Я вообще иногда до меня довольно медленно доходят. Вначале ничего не понимаю, потом начинаю осознавать, какой кошмар. Люди начали выходить на улицы с лозунгами «Нет войне», людей, естественно, стали сразу задерживать. Мне очень помогло, что я могла сконцентрироваться просто на помощи людям. Это меня спасло. Но когда у меня были какие-то перерывы, когда я выходила на балкон покурить, меня сразу же накрывало. Я проснулась в другой реальности, и с тех пор я живу в этой другой реальности. И эта реальность ужасная. Я могу помогать активистам, я могу помогать людям, которые против. Я сама могу говорить, что я против. Но, к сожалению, антивоенные движения, они войны не останавливают. Все институты гражданского общества у нас планомерно уничтожались в течение последних нескольких лет. Людей запугивали репрессиями. И в итоге на митинг против войны вышло гораздо меньше людей, чем, например, еще за год до этого выходили против посадки Навального. Для меня это было чудовищно, потому что мне казалось, что, конечно, посадка невиновного человека в тюрьму, посадка политика в тюрьму – это ужасно, но война – это страшнее. Последние именно уличные протесты, в которых я участвовала, это были как раз митинги против ареста Навального, потому что после этого я стала постоянным участником команды ОВД «Инфо», и я уже не могла участвовать в протестах, потому что я была нужна на своем рабочем месте. Меня очень тянуло на улицу в первые дни войны, и, не знаю, у меня было даже какое-то чувство стыда, что вот кто-то на улице, а я тут дома в тепле сижу. Но, с другой стороны, я правда в тот момент на рабочем месте я приносила гораздо больше пользы. У нас сейчас одна из самых таких распространенных форм протеста – это тихий пикет, это хотя бы ходить с какими-то значками, с сумкой, на которой написано «Нет войне», с какими-то антивоенными татуировками, вот у меня, например, есть. Распространение антивоенного творчества – это тоже форма протеста. Я вот помню тоже свое ощущение, когда в первые же дни войны мои близкие в больших количествах начали уезжать, и мне просто начало казаться, что я осталась совсем одна. У моих соратниц, вот у Катерины Нинашевой, у Наташи, у Маши, вот у девочек, с которыми мы начали делать проект «Я остаюсь», были схожие мысли. Создать группу поддержки для тех, кто остается. На первую же встречу группы к нам пришло огромное количество человек, но название «Я остаюсь» – это отсылка к песне Анатолия Крупнова «Я остаюсь». Ну, сейчас у нас провластные, так сказать, рокеры сделали абсолютно позорный кавер из каверков «Смысл песни». Да, но для меня эту песню, например, значит очень много, потому что когда я для себя поняла, что я хочу остаться в России, несмотря ни на что, я просто слушала эту песню все время нон-стоп. Люди, которые помогают из-за рубежа, они, несомненно, нужны. Людей, которые готовы уехать, их много, но люди, которые готовы бороться за права человека здесь, отсюда, их гораздо меньше, но они тоже нужны. И поэтому я решила остаться. Экономеризация – это закономерно. И вообще самое тяжелое – это, ну, как в свое время еще известное стихотворение Немеллера о том, что «Когда пришли за коммунистами, я молчал, когда пришли за евреями, я молчал, когда пришли за профсоюзами, я молчал, когда пришли за мной, некому было за меня вступиться». Это, собственно, то, что происходило у нас все эти годы, потому что людям казалось, что «Ну окей, воруют чиновники, но я же вроде нормально живу, ну, сажают невиновных, но меня же вроде пока не посадили, ну, война, ну, меня это не касается, там, сына от армии отмажу, так что тоже буду сидеть на попе ровно». Ну и, собственно, мобилизация – это прямое следствие того, что людям было все равно. Самое страшное для меня – это если я не доживу до перемен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...